Добро пожаловать на телеканал Angel TV, это программа Крест Огонь. В прошлых неделях мы говорили с вами о Духе Святом. Библия очень четко говорит о Духе Святом, его функциях и характере. Дух Святой был от начала творения. Библия говорит, что Дух Святой носился над поверхностью воды. Библия открывает, что Дух Святой — это личность. Он открывает свои божественные характеристики, такие как величие, Его присутствие и то, что Он знает все. В Ветхом Завете мы также видим проявление Духа Святого. Дух Святой сходил на человека, пребывал на Нем и изливался на Нему. Если мы будем смотреть Новый Завет, то Дух Святой проявлялся и там. Иисус говорил очень много о Духе Святом в Библии. Сегодня мы с вами посмотрим на символы Духа Святого. На протяжении всей Библии мы видим очень много символов Духа Святого, как Он двигался в сердцах и жизнях людей. Первый символ Духа Святого — это ветер. Мы знаем, что ветер символизирует новую жизнь и тайну. Именно поэтому он используется как символ в Библии. Иоанна 3, 8 Иисус объясняет Никодиму, Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Иисус объясняет Никодиму, что Дух Святой работает таким образом, что ты никогда не знаешь, как это происходит. Но Дух Святой действует в сердцах людей. Он обличает их. Давайте откроем Деяние 2, 2 И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Это был такой сильный ветер, как торнадо, как ураган. Так что люди знали, что в горнице что-то происходит. Здесь мы видим, что символом Духа Святого является ветер. Второй символ Духа Святого – огонь. Поскольку огонь очищает, он является символом Духа Святого. Матфея 3, 11 Я крещу вас водой в покаянии, но идущий со мной сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Здесь говорится о Духе Святом как о Личности, которая очищает сердца верующих. Мы знаем, что огонь использовали для очищения, а также для проведения очень многих работ. Помню случай, когда я проповедовал в Маврикии. Мы все ощущали присутствие Божье, открыли наши сердца и поклонялись Ему. И когда мы поклонялись Ему, огонь сходил на это место. За своей спиной, начиная от плечи до пола, я чувствовал, как жжет. Примерно 15 минут я ощущал настолько сильное присутствие Божье. И в своем сердце я знал, что это Святой Дух Божий. Третий символ Духа Святого – Голубь. Голубь – прекрасный символ Духа Святого. Иоанна 1, глава с 32 по 36 стих. И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел из-за свидетельства, что сей Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий». Здесь мы видим, что Иоанн Креститель крестил людей во имя Божье. Мы видим здесь, что духовные глаза Иоанна были открыты, и он увидел, как Дух Святой сходит на Иисуса в образе голубя. Он узнал голубя и узнал, что тот, на кого сошел голубь, тот есть Сын Божий. Поэтому он сказал, «Смотрите, сей Агнец Божий, который возьмет на себя грехи всего мира». Голубь – это прекрасный символ Духа Святого. Голубь также является символом мира. Иоанна 14, 27. «Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше. И да не устрашается». Мы видим здесь, что голубь означает мир, но для нас он также значит и Духа Святого. Четвертый символ Духа Святого – это масло. В Ветхом Завете царей и пророков помазывали елеем, то есть маслом. И это означало, что с ними Дух Святой. Давайте откроем 1-я царь, 16-ю главу, 13-й стих. «И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почевал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму». Здесь мы видим, как Дух Святой символизирует помазание Давида на царство, и что Бог с ним. Давайте откроем Псалом 22, 5-й стих. «Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Здесь, когда Давид говорит, что «ты приготовил мне трапезу ввиду врагов моих и умастил елеем голову мою», это означает помазание Божье. Именно поэтому в церквях мы видим, как пасторы и служители помазывают свою команду, помазывают служителей елеем, что символизирует, что Дух Господень теперь на них. Пятый символ Духа Святого – это печать. Потому что деятельность Духа Святого – это также из-за впечатления нас печатью, что мы теперь принадлежим Господу. Его власть над нами, и наша безопасность в нем подтверждена печатью, что мы принадлежим Ему. В Ефесянам 1, 13 «В нем и вы, услышав Слово Истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Здесь мы видим, что Дух Святой как печать, который опечатывает нашу жизнь, что мы теперь принадлежим Иисусу. Шестой символ Духа Святого – это вода. Давайте откроем Иоанна 4, 14. «А кто будет пить воду, которую Я дам Ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я дам Ему, сделается в нем источником воды, текущей жизнь вечную». И связанное местописание, давайте откроем Иоанна 7 главу, с 37 по 39 стих. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Все сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Здесь Господь Иисус говорит, «Если вы сейчас это видите и слышите, и вы жаждете, то вы просите, и Господь даст вам Духа Святого». Когда Иисус это говорил, то Дух Святой еще не был послан, потому что Иисус еще не вознесся. Но сейчас, когда вы смотрите программу, это уже произошло, и вы можете быть наполнены. И если вы сейчас откроете свое сердце, то Дух Святой придет в вашу жизнь мощным водопадом. Он придет как голубь, как огонь и как мир. Теперь, когда мы уже поговорили о символах Духа Святого, давайте поговорим о крещении Духом Святым. На эту тему очень много споров и несогласий. Некоторые говорят, что Дух Святой не принадлежит нам сегодня. Некоторые говорят, что Дух Святой был только во дни апостолов. А некоторые говорят, что Он проявлялся только во времена апостола Павла. Но сегодня давайте откроем свои сердца и позволим Библии говорить к нам. Работа Духа Святого, крещение Духом Святым, это та работа, которую сделал Господь Иисус. Когда человек рождается свыше, то Дух Святой его крестит, и он становится частью тела Христова. Когда человек рождается свыше, когда человек принимает водное крещение, то его в воде крестит пастор. Но когда человек принимает крещение Духом Святым, то в данном случае его крестит сам Иисус. Давайте теперь погрузимся в Слово. Я хочу, чтобы вы увидели, что крещение Духа Святым принадлежит нам сегодня. Это для нас. Мы видим, как во времена Деяния апостолов Дух Святой сходил на людей. Но я также в своей жизни вижу, как Дух Святой сходит на людей. Давайте помолимся, чтобы Бог открыл нам Своё Слово, когда мы будем читать Его. Отец, я молюсь сейчас во имя Иисуса, когда мы будем смотреть Твое Слово, дай нам быть открытыми к словам о Духе Святом. Пусть Святой Дух Божий говорит в наши сердца. Я молюсь от тех, кто ищет и жаждет, чтобы наполниться Духом Твоим. Господь, я приношу их пред Тобой. Во имя Иисуса. Аминь. Я молюсь о том, чтобы послание о символах Духа Святого стало для вас благословением, и вы также приняли послание о крещении Духом Святым. Если у вас есть молитвенные просьбы, то, пожалуйста, пишите на Angel TV или в программу «Крест Огонь». Адрес появится на экране, и я жду от вас писем. Господь благословит вас. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!